В нашем районе немало активных, целеустремленных молодых людей, которые хорошо учатся, успешно трудятся, занимаются общественной работой. И для них, конечно, очень интересно узнать о новых возможностях для развития. Подробности в материале Андрея Вишневского. Около миллиона молодых людей – это молодежь Краснодарского края. В ходе реализации государственной молодежной политики ежегодно проводятся краевые форумы и губернаторские конкурсы. Участвует молодежь в благоустройстве памятников и мемориалов в волонтерском движении. Славянский район в числе лидеров по молодежной активности. Эта мысль прозвучала на встрече с заместителем министра образования, науки и молодежной политики Кубани Сергея Урайкина с активистами, волонтерами и общественниками. Открыл это мероприятие Виталий Титаренко, заместитель главы Славянского района по социальным вопросам. Представитель краевой администрации сразу определил высокую планку обсуждения. Наша задача сегодня от молодежи не сидеть ждать, когда вам что-то дадут, а самим изучать, предлагать, стараться, изыскивать и тому подобное. А с нашей стороны, с органов исполнительной власти, уже максимально поддерживать ваши инициативы и ваши предложения. Для этого мы сегодня и приехали, чтобы с вами познакомиться и уже выработать по вашим проблематикам и видениям различные план действий и кейсы. Начальник управления по делам молодежи Олег Смольников рассказал о том, что делается в муниципалитете, о многочисленных интересных мероприятиях для юных славянцев. Реализация молодежной политики у нас в районе ведется, собственно, как и в всех районах других по тем же самым направлениям, за исключением каких-то своих фишечек, за исключением своих каких-то пунктов, которые мы сами успеваем разрабатывать, лавируя между директивами российскими и краевыми. Конечно, очень много мероприятий, которые у нас пускаются от реализации федеральных проектов и краевых, мы стараемся успевать все еще и придумать свое. Государство старается и делает для молодежи немало, обеспечивая финансовую поддержку молодежных инициатив. Нужно только знать об этой поддержке и пользоваться ей в работе. Эти вещи сегодня молодежь должна знать. Это те возможности, которые государство сегодня для молодых специалистов, амбициозных, которые не боятся брать на себя инициативу, готовы создавать, развивать свой район, государство создает эти условия. Но здесь наша задача вас обучить, показать и не просто сказать, что это у нас есть, а дать эти кейсы, с которыми вы сможете уже проработать свои проекты. В рамках беседы славянцы поговорили с Сергеем Урайкиным о молодежной политике района, молодежных организациях и мерах поддержки инициатив. Представитель Кубанского союза молодежи Юрий Костомаха подчеркнул преемственность и отстаивание патриотических ценностей в Кубсомоле. Мы в том числе своими основными принципами ставим те принципы, которые существовали и у Комсомола. Это и воспитание молодежи духовное, патриотическое, трудовое. И сегодня мы продолжаем эту работу. Вот два года назад было столетие у нас Комсомола Всероссийского, сейчас у нас столетие Кубанского Комсомола. Мы эти добрые традиции чтим и уважаем. Именно в муниципальных образованиях кипит жизнь, появляется что-то новое и это нужно поддерживать. Сейчас именно молодежь в районах стала активной, ей интересно, она работает. Ей только нужно дать возможности, которые сейчас и происходят. Этот процесс именно, ребята получают возможность реализовать свои идеи, свои планы. Мы рассказываем о грантовой поддержке, мы рассказываем о своей работе как общественников. Ну и в целом поддерживаем молодежь, стараемся. Также в рамках мероприятия прошло занятие мастерской проектных инициатив. Молодых людей обучали за несколько этапов правильно расставлять цели, определять задачи, выявлять проблемы. Ребятам рассказали об особенностях создания социальных проектов и получения грантов на их реализацию. Ребята, школьники и студенты, они давно уже нуждаются и хотят немножко других форматов коллективной работы. Мы с коллегами изучили, где вообще происходит сгущение таких форматов и увидели, что в стране действует проект, который называется «Точка кипения». Это проект Агентства стратегических инициатив и он уже есть во многих субъектах. То есть на сегодняшний день существует более 90 точек кипения по всей стране. Мы с командой прошли определенную обучающую программу и сегодня близки к открытию точки кипения в Краснодаре. И вот для того, чтобы молодежь муниципальных образований края смогла вовлекаться в работу точки кипения, мы запустили проект «Мастерская проектных инициатив». Впереди у славянской молодежи много новых мероприятий. Перед ней открыты все дороги. Славянцы брали и будут брать на себя ответственность по реализации молодежных инициатив. И у них все, конечно же, получится. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Спасибо.